В эфире информационно-аналитическая программа событий о неделе в студии Белла Кварчия. На этой неделе вопросы, находящиеся в плоскости социальной сферы, обсуждались на уровне правительства. Премьер-министр Александр Анква провел совещание по изучению ситуации с обеспечением жильем некоторых социальных групп граждан. Ранее премьер провел встречу, на которой обсуждалась деятельность Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Как шла реализация двух государственных жилищных программ? Почему в этом году они приостановлены? Как сегодня разбираются в ситуации с выявленными нарушениями в работе фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии? Эти и некоторые другие вопросы мы обсудим с гостем в студии немного позже. А сейчас напомним о главных событиях уходящей недели. Программу продолжит моя коллега Ирина Аршба. Во вторник, 2 июня, состоялась первая встреча президента Аслана Бжани с депутатами парламента, и прошла она в формате брифинга. Первый вопрос, который депутаты задали президенту, касался курортного сезона, в частности, открытия российско-абхазской границы. Аслан Бжани отметил, что в Российской Федерации наблюдается послабление карантина, но точных прогнозов, когда именно откроют границы, пока нет. Действия абхазской стороны в этом вопросе будут скоординированы с российской стороной. Депутаты парламента также интересовались реализацией российской инвестпрограммы. В частности, речь шла о капитальном ремонте улиц в селах Будоутского района. Как подчеркнул президент, в рамках его рабочей поездки в Москву были достигнуты определенные договоренности, согласно которым в нынешнем году объемы инвестпрограммы сокращаться не будут. Аслан Бжани также отметил, что за последние годы ни разу не удалось выполнить объемы инвестпрограммы. Причины выясняются. Президент коснулся и темы перевоза товаров через Абхазо-Грузинскую границу. По данным Таможенного комитета и Минсельхоза, заготовка ореха фундыка в год составляет 11-12 тысяч тонн. Максимум 10% от этого объема экспортируется в Россию, остальное в Грузию. Аслан Бжани еще раз подчеркнул необходимость полного контроля госграниц и перемещения товаров. По мнению президента, необходимо поменять режим работы и на государственной границе по реке Псоу, так как работа там неоправданно усложнена и есть контрольные органы, которые необходимо убрать. На этой неделе был назначен новый руководитель оборонного ведомства, который был представлен коллективу в среду. Министром обороны Абхазии стал Владимир Ануа. Служу в Республике Абхазии. Как многих из вас, именно война сделала профессиональным военным Владимира Ануа, человека гражданской профессии. Вы его хорошо знаете. На протяжении всех послевоенных лет он занимает высокие командные должности в Министерстве обороны. Я уверен, что под его руководством будут продолжены и приумножены все начинания по укреплению обороноспособности вооруженных сил, усилению воинской дисциплины и поднятию морального боевого духа подразделений вооруженных сил Республики Абхазия. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить бывшего министра, легендарного полководца Мираб Борисовича Кишмария. Мираб Борисович Кишмария внес свое имя с золотыми буквами в историю наших вооруженных сил. Это факт. Я думаю, что мы и дальше, и впредь будем гордиться нашими вооруженными силами. Указом президента главным советником министра обороны назначен генерал армии Мираб Борисович Кишмария. Также указом главы государства за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Мираб Борисович Кишмария награжден орденом мужества. Депутаты Туарчалского районного собрания рассмотрели письмо президента Аслана Бжани о согласовании кандидатуры Сидора Дочи на должность главы администрации района. В результате открытого голосования кандидатура Исидора Дочи была утверждена. Председателем Государственного комитета по стандартам потребительскому и техническому надзору назначен Галус Трапезанян. Нового главу комитета коллективу представил первый вице-премьер Беслан Джопуа. Беслан Джопуа выразил слова благодарности ранее возглавлявшему комитет Гарри Саманба, отметив слаженную работу коллектива, а также отметил заслуги Галуста Трапезаняна перед Отечеством. Галус Трапезанян – герой Абхазии, депутат парламента второго созыва, председатель армянской общины Абхазии. На этой неделе также был представлен коллективу новой исполняющей обязанности главы администрации Нового Афона Тимура Турба. Еще одно новое назначение было сделано в конце рабочей недели. Министром культуры Республики Абхазия стал Гудиса Агарба. В пятницу глава государства встретился с представителями бизнес-сообщества страны, а также действующими и бывшими руководителями силовых ведомств республики. Аслан Джани в первую очередь выразил благодарность предпринимателям за помощь населению Абхазии в период пандемии. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов. Президент подчеркнул, что государство приложит усилия, чтобы создать условия для развития бизнеса, а также его поддержки и защиты от преступности. Мы понимаем, насколько все мы страдаем от того, что у нас не работает закон. Каждый из вас знает, какие трудности связаны с тем, чтобы привлечь инвесторов. Вы знаете, какие споры у нас происходят в сфере имущественных взаимоотношений. Эти вопросы не отрегулированы. Вот в этом плане, мне кажется, вы со мной согласитесь, нужна твердая государева рука. Мы в связи с этим вас просим оказать содействие. Вице-премьер, министр экономики Кристина Узган побывала с очередной рабочей поездкой в Гагрском районе и осмотрела шесть объектов, возводимых в рамках российской инвестпрограммы, работы на которых завершаются. Это Гагрская первая средняя школа, площадь возле Каланады, Пицунский детский сад, а также две канализационные насосные станции, на одной из которых ремонт уже завершен, а на другой, по словам начальника УКСа Тимура Агрба, завершится к концу июля. Кроме того, Кристина Узган осмотрела очистительное сооружение в селе Лахадзен, которое является одним из крупнейших и дорогостоящих объектов инвестпрограммы в районе. У Кристины Узган к финансовой целесообразности этого проекта есть вопросы. Общая стоимость проекта, согласно тех документов, которые на сегодняшний день имеются, почти миллиард семьсот с лишним миллионов рублей. Я просто хочу привести пример, что мы в 2013-2014 году строили очистительные сооружения для города Сухом в селе Шера. Объемом, мощностью, соответственно, 30 тысяч кубометров, они обошлись тогда в 606 миллионов рублей. Я не хочу сейчас давать оценки относительно качества, либо способа предлагаемого здесь. Я все-таки думаю, что имеет смысл нам послушать специалистов, которые дадут оценку целесообразности стоимости такого проекта именно с точки зрения его дороговизны. Первый вице-премьер Беслан Джопуа в четверг обсудил с руководителями Государственной ветеринарной службы, инспекции по карантину растений и комитета экологии проблемы в области защиты растений. В частности, речь шла о работе по борьбе с насекомыми вредителями. До конца текущего месяца будут проведены работы по химической обработке всех растений сельхозного значения. Но для обработки ореха нужны фунгициды. Их сегодня в Абхазии нет. В рамках встречи также обсуждались вопросы пресечения бесконтрольного улова рыбы в реках Абхазии, открытие на государственных границах специальных лабораторий и организация диагностики туберкулеза и бруцеллеза у мелкого и крупного рогатого скота. По итогам совещания Слан Джопу отметил, что со стороны государства будет оказана помощь и поддержка в проектах, нацеленных на развитие сельского хозяйства. После длительного перерыва 2 июня в среднеобразовательные учреждения республики на две недели вернулись ученики, но только учащиеся 11 классов. Их в республике более 1800. Занятия в средних образовательных учреждениях начинаются, как положено, в 9 часов утра, но длятся всего по 40 минут. Утром у входа в здание школы дежурит медсестра, которая измеряет учащимся температуру, следит, чтобы каждый входящий обрабатывал руки антисептическим средством, а в кабинетах была соблюдена социальная дистанция. Если количество учеников в одном классе превышает 10 человек, класс делят на группы. За каждой партой по одному человеку. Экзамены учащиеся 11 классов будут сдавать всего по двум предметам – родной язык и математика. Первый экзамен в средних образовательных учреждениях страны пройдет уже 17 июня. Это был обзор основных событий недели, а сейчас – главной теме. В работе фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выявлены серьезные нарушения. Сейчас материалы деятельности фонда изучает Генеральная прокуратура. Фонд инвалидов с недавних пор находится в ведении Министерства социального обеспечения, как и реализация двух государственных программ – обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия и жилища 2021. Каковы результаты проделанной работы по реализации этих программ? Насколько они помогли людям, нуждающимся в жилье? А также почему фонд инвалидов работал с нарушениями? Разбиралась Амелия Бисмарк. Плановая проверка фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии проводилась 24 дня и выявила серьезные нарушения в работе фонда. Об этом премьер-министру Абхазии Александру Анкваб доложил главный специалист контрольно-ревизионного управления при Министерстве финансов Адамур Черкезия. В ходе проведения контрольного мероприятия рабочей группой КРУ был установлен ряд нарушений бюджетного законодательства Республики и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Имело место нарушение закона Республики Абхазия об основах бюджетного устройства, бюджетного процесса в Республике Абхазия, закона Республики Абхазия об их учете и иных документов нормативно-правовых актов. Это в частности по инструкции по бюджетному учету. Также установлены и иные отклонения от требований законодательства. Допустим, в частности, соблюдение основных принципов бюджетной системы Республики Абхазия согласно требованиям законодательства. А это именно принцип адресности и целевой характер использования средств, а также принцип эффективности использования средств. Ознакомившись с актом, предоставленным КРУ руководство Абхазии, согласно законодательству, приняло решение передать материалы проверки на рассмотрение в Генеральную прокуратуру. Из сообщения пресс-службы надзорного учреждения известно, что согласно выводам контрольно-ревизионного управления в Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выявлены финансовые нарушения за 2019 год на сумму 33 млн 517 тысяч рублей. В настоящее время управление за исполнением законодательства Республики Абхазия Генеральной прокуратуры проводит проверку данных выводов. Соответствующие запросы направлены в компетентные органы. Специалисты работают над сбором объяснений и осуществляют другие мероприятия. По результатам проверки будет принято законное решение, сказано в информации, которую предоставила Генеральная прокуратура. 29 мая премьер-министр Абхазии издал распоряжение. В нем сформулированы определенные указания ответственным ведомствам, направленные на устранение причин и условий выявленных нарушений. В Министерстве социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия создана рабочая группа, которая проводит оперативно работу по инвентаризации нормативно-правовых актов и по представлению предложений. Работа проводится при взаимодействии с Министерством финансов. В частности, в кратчайшие сроки, в срок до 12 числа, будут представлены предложения для налаживания оперативной и максимально эффективной деятельности фонда инвалидов. Главная задача руководства – организовать работу фонда инвалидов так, чтобы средства, предназначенные на социальную поддержку его подопечных, расходовались адресно и эффективно. Будут представлены соответствующие предложения по проведению на должном уровне лечения инвалидов и финансирование мероприятий, связанных с лечением в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе и за пределами Абхазии, по санаторно-курортному оздоровлению, по мероприятиям, связанным с зубопротезированием, финансирование мероприятий, связанных с социальной поддержкой остро нуждающихся инвалидов. Весь порядок будет представлен на рассмотрение. На этой неделе в правительстве обсуждался еще один вопрос, который попадает под ответственность Министерства социального обеспечения и демографической политики. Александру Анква был представлен годовой отчет о реализации двух государственных программ по поддержке граждан, нуждающихся в жилье. В 2019 году у нас начали функционировать две государственные селевые программы. Первая программа – это обеспечение жильем отдельной категории граждан. В эту программу попадают такие категории, как инвалиды первой группы, в том числе и отечественные войны народа Абхазии. Также семья погибшие, четверо и более детей несовершеннолетних у кого. За 2019 год по данной программе поступило 49 заявлений. Из них 8 заявлений – это по категории инвалид первой группы. По категории семья погибших – 11 заявлений. По категории многодетной семьи – 21 заявление. Из них рассмотрено комиссией было 20 заявлений. 12 заявлений – о выделении финансовой помощи на приобретение жилья. 8 заявлений были отказаны в выделении финансовой помощи в связи с наличием жилья. Вторая государственная программа «Жилье-2021» подразумевает предоставление средств на приобретение жилья следующим категориям граждан – инвалиды отечественной войны народа Абхазии, семьи с тремя детьми, семьи, где есть ребенок-инвалид. Также по данной программе поддержка производится гражданам и в общем порядке. Согласно этой статье, подать заявку могут все люди, за которыми не числится жилплощадь на территории Абхазии. В рамках данной программы за 2019 год в ведомство поступило 318 заявлений. 42 из них были удовлетворены. По второй программе «Жилье-2021» освоено из выделенной 300 миллионов 27 миллионов 800 тысяч рублей. Так как не вся сумма, исходя из того, что трое участников программы, опять-таки за 2019 год, не успели приобрести жилье из выделенной суммы. В обоих программах прописан порядок выделения финансовой помощи. То есть на заявителя 500 тысяч и на членов семьи несовершеннолетних и нетрудоспособных родителей по 100 тысяч. То есть это зависит от состава семьи. По первой программе обеспечения жильем отдельных категорий граждан средства на приобретение жилья предоставляются безвозмездно. Программа «Жилье-2021» подразумевает определенные условия, согласно которым заявитель должен выплатить государству часть предоставленных ему ранее средств. По программе «Жилье-2021» частично сумма должна быть возвращена доход государства, бюджет республиканский. То есть после решения комиссии определенной суммы на приобретение жилья, часть суммы подлежит возврату по соглашению участника программы и ответственного органа. В соглашении сумма также должна быть прописана из-за месячного платежа, который не должен превышать прожиточный минимум на сегодняшний день, который действует в Абхазии. Подобные выплаты рассчитываются от общей суммы предоставленных средств и составляют от 3 до 7 тысяч рублей в месяц. Стоит отметить, что понятие проценты здесь не имеет места. И если гражданин производит выплаты добросовестно, ему полагаются своеобразные скидки ближе к концу периода выплат. При заключении соглашения мы им объясняем условия программы, то есть какую сумму они должны превышать из-за месячного платежа. После чего мы заключаем договор и участвуем в нужде и желании определенную сумму, не превышающую. По согласованию, естественно, с соответственным органом. В конце марта в связи с пандемией коронавируса комиссия приняла решение приостановить реализацию данных программ и не принимать заявления на получение средств в их рамках до снятия ограничительных мер в республике. Согласно последнему решению руководства страны, обе программы приостановлены на неопределенный срок в связи с нехваткой финансовых средств. Амелия Бисмарк, Томас Чакований для Событий недели. Почему реализация двух государственных жилищных программ, обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия и жилища 2021 в этом году приостановлены? О чем говорит изучение ситуации в Государственном внебюджетном фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии? А также существуют ли проекты в направлении демографической политики и социальной поддержки граждан? Об этом мы побеседуем с гостем студии, министром социального обеспечения и демографической политики Абхазии Русланом Ачба. Здравствуйте, Руслан Таифович. Добрый день. Две государственные жилищные программы, они заложены в бюджет, это 40 миллионов рублей, но в этом году реализация этих программ приостановлена. В связи с чем, почему так произошло? Самыми приоритетными выплатами для бюджета считаются заработная плата, пенсии, пособия. И в связи с тяжелым финансовым положением, да, и с экономической угрозой, которая сложилась, было принято комиссией решение приостановить работу по этим двум программам. А вообще можно ли так распоряжаться бюджетными средствами? Это не то, что распоряжаться бюджетными средствами, они предусмотрены, но их нет фактически. Средств не хватает в бюджете и в связи с чем сокращаются некоторые расходы. А как Вы оцениваете, насколько эффективны были эти программы, и есть ли шансы на то, что эти программы будут и в дальнейшем реализовываться? Насчет эффективности, конечно, эти программы предназначены для наиболее уязвимых слоев населения, для тех, которые не обладали и не обладают жилплощадью на территории Абхазии и нуждаются в жиле. Это и инвалиды, и многодетные семьи, и другие категории граждан. В 2019 году в ходе реализации было принято решение 54 положительных решения о предоставлении финансовой помощи заявителям. То есть 54 граждан, как минимум, получили ключи от новой жилплощади. Новая имеется в виду, это из старого фонда, но для них новая жилплощадь. И это, конечно, хорошо. Другой вопрос, конечно, в ходе реализации какие-то, возможно, недостатки мы выявили. Дальше мы будем, конечно, дорабатывать, прорабатывать и совершенствовать эти программы. И я думаю, что если даже не получилось у нас в 2020 году реализовать эти программы, то в 2021 году мы продолжим, и в 2022 тоже, наверное, так, как сдвинутся сроки реализации. А какие были шероховатости в этих программах? Вы сказали, что будете устранять какие-то проблемы в реализации этих программ. А чего они касаются? У нас в стране очень много граждан, которые нуждаются в приобретении жилля. Основная цель при разработке и утверждении этих программ было определить круг лиц, которые будут получать это наиболее уязвимые категории граждан. Однако получилось так, что к нам начали обращаться уже все, которые нуждаются. То есть их очень много, и такими программами обеспечить всех жилем у нас не получится. Это отдельная категория должна быть, да. И вот мы, наверное, откорректируем, вот именно определим круг лиц, которые вот наиболее нуждаются и будут получать помощь именно по этому программу. А я хотела как раз спросить, будет ли расширяться категория тех лиц, тех граждан, которые будут получать на каких-то льготных условиях жилье? В стране, как я уже сказал, очень много нуждающихся в жиле. Я уверен, что в дальнейшем мы и эти вопросы будем рассматривать, будем прорабатывать, подготавливать различные программы жилищные. Но в данном случае, что касается именно этих программ, то этими двумя программами всех нуждающихся обеспечить не получится. Ведомство в очередной раз сейчас реорганизуется. Какая у вас сейчас форма взаимодействия с государственными внебюджетными фондами вашего ведомства? Ну, в соответствии с указом президента о структуре кабинета министров, началась реорганизация нашего министерства. Наше министерство теперь уже называется Министерство социального обеспечения и демографической политики. При этом мы будем учредителями трех внебюджетных фондов. Это пенсионного фонда, фонда социального страхования и охраны труда и государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 года. Мы будем собственниками имущества этих учреждений. Но при этом, конечно, эти учреждения будут самостоятельными. Они сами там будут принимать решения и так далее, и так далее. При этом с нами согласовывают все свои мероприятия, все свои проекты. А мы, в свою очередь, будем координировать их деятельность. Представитель КРУ сказал о том, что зафиксированы нарушения в государственном внебюджетном фонде инвалидов на 33,5 миллиона рублей. И я хотела спросить, как могла возникнуть эта ситуация? Вообще, как контролируется деятельность фонда со стороны ведомства, например? Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов провела проверку эффективности деятельности и целевое использование бюджетных средств фонда еще до начала реорганизации нашего министерства. Конечно, они там в своем акте отразили много финансовых нарушений. Мы сейчас находимся в процессе реорганизации. То есть мы сейчас разработали и представляем на рассмотрение своего положения. Дальше мы должны разработать и зарегистрировать устав фонда, в том числе и внебюджетного фонда инвалидов. Мы в процессе, но при этом распоряжением премьер-министра мы утвердили рабочую группу. Мы будем проводить инвентаризацию нормативно-правовых актов, на основании которых осуществляет свою деятельность фонда инвалидов, разрабатывать и утверждать положение о порядке оказания финансовой помощи инвалидам, соблюдение трудового законодательства и так далее. В то же время материалы проверки, переданные в Генеральную прокуратуру, Генеральная прокуратура в свою очередь проводит проверку. Таким образом, в итоге основная наша цель – это устранить все те нарушения, которые были отражены в акте проверки. И привести все в соответствии с действующим законодательствами, с действующими нормативно-правовыми актами. Со своей стороны мы будем осуществлять контроль за деятельностью, за эффективностью использования средств фонда. В то же время также будут осуществлять такой же контроль также и КРУ Министерства финансов, может контрольная палата и прокуратура. Так что я думаю, что в дальнейшем не будет таких нарушений. Кроме того, временно исполняющий обязанности председатель тоже очень заинтересован в устранении всех нарушений, также принимает активное участие во всем. Я думаю, что все проведем в соответствии. Сейчас ведомство, которым вы руководите, занимается и демографическим направлением. Могли бы вы сказать, есть ли у ведомства какие-либо планы или какие-либо программы, которые бы регулировали или как-то улучшали состояние дел в сфере демографической политики? Министерство реорганизовано в соответствии с указом. Это было в апреле месяце. Мы пока находимся в процессе реорганизации. Мы только вступаем в свои права. Что хочется в этом направлении отметить? Необходимо разработать и принять закон о государственной демографической политике. Еще в прошлом году по инициативе комитета по социальной политике парламента была создана рабочая группа и разработали проект закона о государственной демографической политике. Такой проект существует. В первую очередь мы займемся тем, что, если необходимо, будем дорабатывать этот закон и дальше представлять на рассмотрение парламента для принятия. Когда уже будет принят закон, у нас будет возможность на основании этого закона разрабатывать уже государственные целевые программы в сфере демографии. То есть мы определим наиболее приоритетные направления и будем разрабатывать такие целевые программы. Сейчас мы переживаем не самый лучший период, и не только мы, многие страны в связи с пандемией, с введением ограничительных мер, с тем, что многие предприятия не работали. И вот как вот эта ситуация в данный момент может повлиять и влияет ли на социальные выплаты нашим гражданам? Конечно, они влияют, но я, как уже сказал, и министр финансов об этом заявлял, что приоритетными направлениями будут у нас заработная плата, пособия и пенсии. На сегодняшний день задержек по выплатам пособий, государственных пособий пока еще не было. И думаю, что не будет. Что касается выплат пенсии, у нас в некоторых районах, к сожалению, вот несколько последних месяцев, небольшие задержки – это на неделю, на 10 дней. Могу сказать, что на сегодняшний день, даже за май месяц у нас не выплачены в двух районах. Остальные районы уже получили. Это единственная задолженность, можно сказать, на сегодняшний день, которая имеется по выплатам пенсии и пособий. А есть ли вообще какие-то резервы, если вдруг эта ситуация будет продолжаться? Я имею в виду ситуацию экономического кризиса, экономических трудностей. Вот могу сказать, что вообще первое полугодие всегда тяжелый период считается, так как поступлений всегда меньше, чем во втором полугодии. Тем более в этом году в связи с пандемией, с коронавирусом, с принятыми мерами у нас поступлений меньше, и потому нехватка средств в пенсионном фонде ощущается. Однако надежда на, конечно, республиканский бюджет, на государственный бюджет, и республиканский бюджет оказывает всяческую поддержку, помощь пенсионному фонду в реализации своих поставленных целей. Законодательство в сфере социальной защиты какой-то есть? Кроме того, что вы говорили о демографической политике. Да, если об этом говорит, мы руководствуемся и советским законом о пенсионном обеспечении, также есть наши разработанные уже абхазские законы о пенсионном обеспечении. Но дело в том, что необходимо совершенствовать саму пенсионную систему в стране, и потому нами разработаны уже, имеются проекты законов о пенсионном обеспечении граждан в республике Абхазия. Это четыре законопроекта, они идут в комплексе, и мы их представляли уже один раз в кабинет министров, нам вернули на доработку, а в дальнейшем мы также будем дорабатывать и представлять. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем принять эти законы. Они очень важны для нашей страны. В чем там суть в этих законах новых? Ну, сегодня, как мы знаем, у нас фиксированные размеры пенсии, и денежные средства распределяются, можно сказать, несправедливо, так как разные граждане в свое время работали, у каждого свой стаж работы, у каждого свои выплаты страховых взносов и так далее, и так далее, но при этом размер пенсии у всех одинаковый на сегодняшний день. Наше новое законодательство предусматривает введение персонифицированного учета, то есть это учет каждого работника, размер заработной платы, размер уплаченных страховых взносов, и в зависимости от этого уже в будущем будет устанавливаться размер пенсии. То есть справедливо будут распределяться средства. Кроме того, у нас сегодня много разных законов, разных нормативных актов в сфере пенсионного обеспечения. Мы разрабатываем один закон, где будет охватывать этот закон все категории граждан в Республике Абхазии, которые будут обеспечиваться пенсией. Все это направлено на то, чтобы в дальнейшем, конечно, повышать размеры пенсии, чтобы каждый уже формировал свои права и в будущем уже получал достойную заработанную трудовую пенсию, а кто не заработал трудовую пенсию, то он будет получать социальную пенсию. То есть пенсии делиться будут на несколько видов. Это государственные пенсии, социальные пенсии и трудовые пенсии. Ну и такой вопрос в завершении вот этого блока нашей беседы по поводу граждан, которые не будут получать российские пенсии в будущем. Кто-то уже не попадает под российские пенсии. То есть к этому периоду как-то вы сейчас готовитесь или же нет? Мы подготовили свои проекты законов именно потому, что мы знаем, что уже настал такой период, когда гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, не будет назначаться пенсия, так как для назначения пенсии берется период до распада Советского Союза. То есть и в соответствии с аккандальством Российской Федерации права на пенсию не будет у многих граждан. Но наша задача в чем? Это, конечно, и международные соглашения будут. Это когда мы будем готовы. То есть у нас должно быть свое законодательство в первую очередь для того, чтобы заключить какие-то международные соглашения, которые соответствуют современным реалиям и так далее. Мы разрабатываем, принимаем, но наша страна сама должна обеспечивать пенсии своих граждан. Благодарю за интервью. Спасибо, что ответили на наши вопросы. До свидания. Напомню, что в нашей студии был министр социального обеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Ачба, который рассказал, почему приостановлены две государственные жилищные программы, а также о том, как идет изучение ситуации в Государственном внебюджетном фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Продолжаем эфир. 6 июня в Абхазии, как и во многих странах, отмечают день рождения гения русской литературы Александра Сергеевича Пушкина. Чтение стихов великого поэта стало доброй традицией. Вот уже 9 лет ежегодно под сенью многовековой липы в Ботаническом саду Сухума почитатели творчества Пушкина проводят творческую встречу. В этом году из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, мероприятия прошли в другом формате. Репортаж на Аллыкове. Пушкинские чтения в Сухуме впервые прошли в 2012 году по предложению народного поэта Абхазии, президента Ассоциации писателей Абхазии, награжденного, кстати, российской медалью Пушкина Мушнила Сурья. Тогда, после возложения цветов к памятнику великого русского поэта, участники торжества прошли в Сухумский ботанический сад, где на полянке, расположившись на стульях в тени огромной старой липы, слушали выступления абхазских и русских поэтов, юных чтецов и певцов. Символично, что мероприятие проводится в Сухумском ботаническом саду, ведь, как известно, он был основан другом Пушкина Николаем Раевским в 1840 году. В этом году представительство Россотрудничества совместно с Русским культурным центром и Ассоциацией писателей объявило конкурс видеороликов, в котором могут принять участие все желающие без возрастных ограничений. Сегодня мы видим, насколько дети откликнулись на этот призыв, присылают ролики, мы видим их, мы слушаем их, Мы радуемся за наших детей, которые любят Пушкина, которые читают Пушкина, которые стараются постичь те произведения даже Пушкина, которые не входят в программу, в школьную программу. Все желающие, кто независимо от возраста, кто хочет принять участие в данном конкурсе, должны снять небольшой видеоролик, на котором участник читает один из стихов Александра Сергеевича Пушкина и прислать его нам. Мы, в свою очередь, публикуем эти видеоролики на своих официальных страницах, в Фейсбуке и в Инстаграме. Также хотелось бы отметить, что в этом году читаем Пушкина на разных языках, мы проводим совместно с Русским культурным центром и с Ассоциацией писателей Республики Абхазия. Участие в конкурсе будет поощряться. Итоги будут подведены ко Дню России 12 июня. По словам Натальи Каюн, заявок на участие в конкурсе поступило немало. Стоит отметить и то, что дети подошли к мероприятию с большим энтузиазмом. Ощущаешь, с какой любовью, теплом он отзывается о своей родине. Мне он очень близок, потому что я тоже очень люблю свою родину Абхазию. Я думаю, меня ждет еще много открытий на пути знакомства с творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Каждый год в пушкинских чтениях принимают участие известные пушкинисты из Москвы и Петербурга, русские поэты-переводчики, работники пушкинских музеев, мастеров художественного чтения. Все они не только отдают дань памяти неподражаемому творчеству великого русского поэта, но и прививают молодежи любовь к литературе. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok